ребятки всем привет 11 часов спать уже пора мне по сборы короче позвонили ребята достали они капсулу времени саршинского мхай на шерпи тоже приехали ну я их знаю по форуму то есть где-то там общались то есть в комментариях еще чуть на канале но лично еще не встречались ну все сказал что будет приз ребят нож ваш все молодцы достали где-то через час звонит жене и жуков гаража блин гера беда короче клиенты сломались на аршинском ху надо спасать юл упала грудок подожди у меня горит там ребята знакомые есть создавая им позвоню выяснилось короче что это эти ребята и есть что у них произошло у них сломался шрус выходящий из коробки вал вот он сломался у них лопнул ребята то опытные они его с собой не взяли силу этого прекрасного случая надо короче ехать вести им шрус менять его вообще всего бы этого не произошло если бы у ребят уже стояла модернизированная трансмиссия от жука в гараж у нас уже такой проблемы нет у нас такой шрус с руку толщиной выходит коробки ну а я чё и дублин собирать надо сейчас 5 утра будем выезжать смешание мишаньку обрадовал тоже суббота у нас вообще удалось завтра еще у друга день рождения мне надо успеть завтра к шести вернуться сюда я не знаю как я успею еще как-то это самое один рожденька c капец короче вот торик меня понимает торик старый вездеходчик у нас да ты мой хороший в общем ребят грузимся вот на шерпич стоит был разобран такой все барахло наружу лежит мне сейчас собирать здесь еще все два часа завтра смешание думали завершить проект генератора который мы делаем но видать тоже не судьба ух дел сто пятьсот миллионов ничего не успеваем а тут еще ребята подарок сделали но вездеходчики своих не бросает особенно жука в гараж не канал герасим шерп вот стараемся конечно спасать выручать в силу этого звонят какая-то связь но он же название даже так мы все буду собирать общем время не ждет чтобы утром его не терять пока я еще не засну вот ребят решили на шерпе не ехать летим вертолетом хочу я вам немножко расскажу про вертолет от джуков-губкин гараж который прилетел за нами это робинсон р-44 создателем вертолета является фрэнк робинсон созданию собственного вертолета фрэнк робинсон приступил 43 года фрэнк работал на крупных вертолетных заводах белл хакис и другие все это время его не покидала идея создания простой надежной и дешевой модели однако владельцы заводов не верили в подобную возможность и фрэнк решил самостоятельно реализовывать свой проект в то время гиганты вертолетостроения компании белл сикорский ориентировались на военные нужды а ниша частной авиации была не занята чтобы получить деньги на разработке вертолета фрэнк даже закладывал свой дом в 1975 году он поднял в воздух свой первый легкий вертолет робинсон р-22 воздушное судно компактных размеров со взлетной массой 635 килограмм пролетающая без дозаправки 385 километров со скоростью 175 километров в час и соответствующая летным стандартам безопасности стала объектом внимания со стороны всех кто имеет отношение к вертолетам для бизнеса и корпоративных перелетов двухместного вертолета недостаточно в 80-е годы фрэнк приступил к разработке четырехместной винтокрылой машины так появился робинсон р-44 совершивший 31 марта 1990 года свой первый полет в декабре 1992 года вертолет получил сертификацию с тех пор было продано свыше 6000 робинсонов р-44 которые сегодня считаются самыми надежными и доступными среди легких винтокрылых машин робинсон 44 оборудован инжекторным двигателем который обладает большой мощностью и позволяет увеличить полезную нагрузку и скорость вертолет может разгоняться до максимальной скорости 240 километров в час а скороподъемность достигает 5 метров в секунду его бака емкостью 185 литров хватит на преодоление 650 километров вертолет можно использовать температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов вот такая интересная машина унесла нас в сторону болота аршинский мох где ожидает помощи вездеход и греет руки на кострах его команда все ребят вот мы прибыли уже на место но пока не можем их найти визуально да вот они прошли да 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 вот они прошли они прошли и вот по следам где-то на кромке нашли следы вездехода сейчас ищем сам вездеход ребята обязательно в комплекте с собой берите ракетницы или лазерную указку хорошую для того чтобы с вертолета можно вертолету подать сигнал вон они вон костер вон они светят все мы их обнаружили видим а если вы знаете что к вам прилетит вертолет то подготовьте площадку для его посадки уберите все высокие деревья кусты какие-то все что может попасть под заднюю балку вот здесь вот более-менее надо покупать это сам ух 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 вроде стоим вроде держит нас ну 0,4,3,2,7 посадка на площадке ну все вроде приземлились нормально Да, ребят, неположим мы эту капсулу, и Фикова знает, как оно вышло бы. Может, и не полетели бы никуда. Ну, мы молодцы, нам медаль, да, вот Мишаня правильно говорит, то, что неположим мы капсулу, может, мы бы и не знали ничего. Сейчас бы сидели, как нормальные люди, выспались бы в субботу, и я бы пришел на день рождения вовремя. Паша, с днем рождения тебя, дружище. Паша, с днем рождения тебя. И Ира. Иру тоже с днем рождения. У меня друг, у него супруга, у него супруга, короче, в один день, день рождения. Его повезло. Давно мы на Робинсу не видели, Наталья. Вам же какой-нибудь войс потом не подошел, не почесался, а в рулевой лице. Все, ребят, мы прибыли, мы молодцы. Нам медалька. Ну, половину медали нам можно уже, да? Да. Вторую половину, когда... Как минимум, половинами дали нам. Мягонько. Ну, это мох. Сверху мох. Не, вот сколько спружинил он, я думаю, все уже дальше. Ты хочешь перелететь? Надо туда подойти к ним, может, там полу. Может, там площадка какая-то есть, ну, посмотри, да. Пойдем, спудем. Подберем. Очень просто, Заз, очень просто проверить. Если коснется, значит, уходит. Да нет, здесь-то мы уже что, брюетов? Нет, нет, здесь он ничего. Здесь вездеходом лебеднули его, кверху, одну сторону бревна подложили, все. Поставили его. Хорошо, да, рассказал. Операция типа ДЛ продолжается. Олег, а ты с нами пойдешь? Нет, Олег, нет. Я посмотрю. Будешь дежурить, да? Да. Я понял, давай, давай, да. Ну все, по следам, в общем. Ребята, 6 километров, 6 километров до вездехода еще идти по болотам. Ближе сесть негде. Да ладно, шучу, тут метров 150 до них. Держи рацию. Включи ее, вообще. Это там 424. Да. Держи, рация. Если что. Все, давай. Решили перегнать вертолет, потому что он садится все-таки в мох. Сейчас нас немножко будет дуть. Все, пошла вертуха, и мы пошли тоже. Потому что, ну его нафиг рисковать-то, а ула пустится совсем. Не дай бог, потом сами не поднимемся. А мы тут лосинной тропой сейчас чап-чап-чап, и там все. Слушай, ну если лоси гуляли, а мы-то здесь подавно прогулялись. Мы еще те лоси. Здесь где лоси. Я вам скажу, даже по замерзшему болоту ходить фигово. А он лосик гулял. Все в следах. Макушки объедал вкусные. Объедал деревья. О-о-о-ой! Они-то думали, что мы улетели. А мы не улетели, мы идем. В болоте лучше. В болоте лучше всего ходить лосиной тропой. Не провалишься. Ось он какой большой, не проваливается. Олося, знаешь, какие ходули раскрываются? У него ноги размером с человека. То есть, если он по колено проваливается, значит здесь по пояс. Вон он насцал. Лось насцал. Жрал березку. Да. Надо в дискавери показать. Так, срочно все в дискавери. Надо у нас приобрести этот... Кинем точку. Эти кадры. Редчайшие. Описывавшиеся лося. Ну, следы описывавшиеся лося. Вон. Дымы. Костры пацаны жгут. Слушай, я предлагаю строить привал, перекусить костров. Нам осталось. Нам осталось недолго идти до них, да? Я вам скажу, это дорого. Вот так, чтобы нас позвать на болото познакомиться в субботу. Это дорого. Я смотрю, вы вообще не скучаете тут, да? Да. Хух. Вадим. Приветствую. Гера. Александр. Герасим, который мы ему топим. Да, Вадим. И вас утопим. Вот у нас больной. Сейчас будем лечить. Сейчас доктора и полиза. И ведь главное, ребята же видели наше видео, да? А новая трансмиссия от Жуков гаража, я надеюсь, теперь заедете, да? Как заедете? У них абсолютно. Ну вот. Лички раз заедем. Фу, а то пока вот гром не грянет, мужик не перегрестится. Ребята, делайте замену трансмиссии превентивно. Хлопотно до вас ходить, честное слово. Ну, с другой стороны, Герасим Васильевич, есть и положительные моменты. Мы с тобой грамм 50 на на жиру скинули, пока до сюда добрались. На нос. Вот, ребят, сломал вот этот вал, который выходит из коробки. Его, да, Мишень? Да. Вот здесь вот его сломало. На грани. Жуков гараж сейчас этот вал усилил, он вдвое толще стал. Как бы этой проблемы уже нету. Так что не ждите, пока у вас все это развалится. Делайте, меняйте, превентивно. Это хорошо аршинский мох. А если бы кольский? Сколько мы до вас бы шли? Приятно видеть Мишаню в деле. Мишане, конечно, не очень приятно. Мотал он на усу такую субботу. Нормально, говорю. Поехали, поехали, поехали. Итак, замена валика в вездеходе Sharp начинается со снятия тормозного суппорта ручника. Для легкого доступа вот к этим вот маленьким болтикам. После того, как вы удалили, сняли тормозной цилиндр ручника, надо разогнуть стопорные кольца и отвернуть болты. Дальше вот это соединение должно выйти. Так, после того, как вы открутили 8 болтов, которые крепят кардан, вот он лежит рядом здесь, лежит он в том же положении, в каком стоял здесь. Севером на севером, юг на юг, юг на юг. Для того, чтобы он отсюда вышел, надо ослабить два болта натяжителя цепи. И вот эту часть можно подать монтажкой вправо. Тем самым, вы освободите место, люфт появится. Ребят, более углубленные знания вы сможете получить на более углубленных курсах вездеходного вождения от Жуков гаража. Понимаете, можно сто раз прослушать курс о том, как делать искусственное дыхание. Но можно его несколько раз сделать под присмотром опытного инструктора и в любой ситуации повторить. А сделав сто раз по видео, вы не сможете его сделать один раз правильно и спасти чью-то жизнь. Ну, например, свою, заменив вал коробки. Можно посмотреть видео, можно сделать это самому под наблюдением. А это делает Жуков гараж. Вас обучит, научит, покажет, расскажет. Все, не будем Михаила отвлекать. Так, продолжаем. Ну вот, ребят, при помощи вот такого нехитрого приспособления был выбит вал. Вал можно снять заглушку с другой стороны коробки. Мимо оси проходит проволока и выбивает кончик, потому что магнитом иногда достать его невозможно, потому что обломки не дают этого сделать. Все, у нас потекает масло, поэтому мы доробимся, будем ставить другой валик. Вот он, больной зуб. Все, четко, хорошо, ровно сломался. Все, видите, грани, фаски сняты. Все здорово. Далее вытекает масло. Из коробки это неприятно, но не страшно. Вместе с маслом вытекают оттуда и острые, каленые обломки. А вот был бы у вас, ребята, а у гриля, вы бы уже давно поели. А не собирали бы еще только мангал. Ну, что ж, тут как с трансмиссией, все приходит во время еды. Не забывайте, берите с собой. Рекомендую брать вам с собой метчик, чтобы можно было прогнать резьбу. Иногда этот болтик очень тяжело обворачивается, а обворачивать его там крайне тяжело. Место метчик не занимает, а удобство и времени может вам сэкономить. Ну вот, ребят, что произошло с валом. Это вот то, что мы достали из коробки. Вал сломался. У ребят запасного не было, может они и сами бы поменяли. Суперклей не поможет? Быть может быть. Суперклей, да. Суперклей, да, сопелька. У кого насморк? Сопелька, сопелька, ребят. Всем геморрой, а нам приключения. А вам кино. Так, ну осталось только поставить его на место. Коробку. Все. Так, поставим вот этот мургусалин на место. Хотя нет, там тряпки, у нас масло будет собирать. Все, ребят, будем ставить кардан на место. Вот так, ребят, возите с собой бензопилу. Место занимает немного и экономит много времени. Просто тепло. Лучше всего, ребят, такое время проводить у костра. Но еще лучше у камина дома. А не в болоте. У костра из сырых бревен. Мишаня, как дела? Слушай, я загибаю крайний стопор. Ты можешь снять, как я загибаю крайний стопор? Я уже снимаю, как ты загибаешь крайний стопор. Мишаня, молодец. Мишаня, молодец. Красота. Все, Мишка починил бобину. Мишка молодец, Мишка красавец. Мишка починяка. Мишка починяка. Где у вас мусор? Едем к краю болота. Туда сейчас прилетит вертолет. Не всегда быть за рулем, да? Можно быть и пассажиром. Не говори мне. Пассажиром в шерпе быть очень необычно. Непривычно и все страшно. Ну что, приятно видеть результат работы нашей команды. Мы добрались в кратчайшие сроки. Вылетели в десятом часу. И в полвторого вездеход уже на ходу. И нас забирает вертушка. Летим домой. На день рождения к Пашке. Ну все, болото выпустило наш вертолет. Все в порядке, ребят. Операция ЧПДЛ прошла успешно. Теперь добраться до дому. Полетели. Ребят, вот все знают руками машут. Давайте подведем итоги нашей спасательной операции. Причина всему отсутствие в зипе нужной детали. Короткий вал – это обязательная деталь в зипе. За три года езды на вездеходе он нам понадобился всего один раз. Но там, где он стал нужен, вертолет бы не долетел. Вернее, долетел бы, но очень дорого. Как говорят самураи, если меч понадобится тебе один раз в жизни, ты должен его носить всю жизнь. Надо понимать, что вы ездите не вокруг дачи на квадрике, а бываете там, где не то что людей, а и связи-то порой нет. Кстати, тема спутниковой связи тоже не раскрыта у нас на канале, а она нам пригождалась и не раз. Возможно, мы подготовим несколько видео методичек по ремонту в полевых условиях вездехода. И также покажем, что мы берем с собой в походы. Конечно, можно научиться менять валы, цепь, но можно пойти и другим путем. Поставить модернизированную трансмиссию для вездехода, которую выпустили в Жуков гараже. И получать удовольствие от общения с природой и друзьями, нежели ждать помощи от волшебника в вертолете. Для тех, кому это интересно, вот минута видео из нашего ролика, посвященной этой разработке. Возможно, кто-то пропустил этот ролик. Ссылочка на ролик будет в описании также. Трансмиссия себя показала с наилучшей стороны. Ребят, мы ни разу не смазывали цепь короткую. У нас нету такого понятия, как смазать короткую цепь. Мы уже забыли, что это такое. Час, пока ездили на Аршинский МОК, с нами было еще два вездехода обычных, без доработанной трансмиссии. Два Шерпа. И вот они цепь мазали. Бывало, даже забывали. Каждый владелец вездехода Шерп знает, что такое забыть смазать цепь. Это перегрев цепи, ее разрыв и замена. Сейчас, вот с нынешней трансмиссией у нас в вездеходе, вездеход стал гораздо дружелюбнее. Гораздо дружелюбнее к водителю. На ней не надо отслеживать моточасы для того, чтобы что-то смазать. Цепь плавает в масляной ванне. Полностью герметичная масляная ванна. Через сальники выходят валы. Масло там где-то около трех литров. То есть цепь постоянно охлаждается, постоянно на цепи хорошо. Цепь нет необходимости смазывать больше и нет необходимости ее подтягивать. Будет ходить и ходить. Мы ее вот за время наших испытаний, а это уже где-то два месяца мы активно пользуем, катаем, не подтягивали ни разу. За время испытаний проходило две ревизии. И обе показали, что цепь не только не износилась или не вытянулась, но на звездочках вот этот вот след от плазмореза. Даже он не вытерся. Не отшлифовался, не задрался там. То есть нахождение механизмов постоянной смазки, ну вы прекрасно знаете, сколько работает цепь ГРМ в двигателе. Собственно, вот такой же принцип. Да и потом сама цепь, она стала несколько другая. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая, ребят, цепь у нас стоит на ведущих звездах. Вот такая вот трехрядка. Которая еще и плавает в масляной ванне. Так что я думаю, сносу ей точно не будет. Достаточно длительное время. Мы будем ее использовать на износ. Докатаем, наверное, до того, чтобы пока она у нас не оторвется. Но я думаю, это надо будет долго ездить. Вот такую доработанную трансмиссию уже можно поставить в Жуков гараже на любой шерп. Обязательно берите с собой запас еды. Сухпай или просто консервы. Фаер или дымы. Погода, ребят, вообще не полетная сегодня. Не лучшая для полета. Также поможет привлечь внимание пролетающего вертолета лазерная указка с расфокусированным лучом. Собственно, все это опять же материал для целого выпуска. Скоро мы покажем, что у нас с собой в аварийном рюкзаке. Что надо взять, чтобы выжить, если вас вездеход пришлось бросить по каким-то причинам? Утонул, сгорел или более никак не может продолжать движение? Об этом тоже надо думать. Шерп дарит возможность заехать туда, куда МЧС может и не доехать. Желаем вам всегда хорошей дороги, пролазных болот и ходить без поломок. Все, ребята, мы дома. Олег, спасибо большое. Пока. У нас вот такой пилот был. Хотя и погода была фиговенькая, а пилот был вот такой. Доставил красиво. Ну все, операция ЧПДЛ заканчивается. Ребят, хорошей вам дороги, не ломайтесь. Потому что мы можем и не прилететь. Вот наш... Вертолет и улетел, с ним улетел и волшебник. Я шучу, волшебник Мишка остался здесь. Но, честно вам скажу, меняйте трансмиссию, если не хотите, чтобы к вам прилетали вот такие вертолеты. Нафиг оно надо. С волшебниками. Это, конечно, феерично, прикольно, но это очень дорого. По сравнению с новой трансмиссией, я не устану повторять, что это дорого все равно. Все, ребятки, мы уже дома. Все, официально закончен наш путешествие. Да, и на самом деле, удивительно, да? Столько событий, в столь короткий промежуток времени. Мы на болото смотались засветло туда и засветло обратно. Да, вертолет дарит, ну вот другие возможности, реально. Уровень другой. Ну а вам не ломаться. Хороших вам дорог, кочек, ямок, болот погуще, но не засадных. И впечатлений, конечно. Впечатлений, приключений. Ну и догнать вам ваши туманы, так же, как и нам. Берите с собой запчасти. А если вы все еще не решили, какой вам вездеход нужен, приезжайте к нам на ознакомительный курс вездеходного вождения. И мы вам точно поможем определиться с тем, какой вам вездеход нужен. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.